Привет, мой милый друг! Мы в очередной раз с тобой в Новом Хули Смок и в очередной раз собрались, чтобы обсудить, как я заебался говорить каждый раз одно и то же. Нужна новая фраза, но обсудить что-то из того, что с вами мы еще не обсуждали. Речь сегодня пойдет о относительно новом кальяне из нашей северной столицы под названием МИР. Кальяны Санкт-Петербурга, кальян новый, интересный. Мы начинаем. Разбирайся! Кальян МИР родом из Санкт-Петербурга у нас сейчас уже в разобранном виде. А если вы внимательно следите за роликом, вы, наверное, заметили, что у нас буквально вот в эту секундочку поменялась колба на столе. И в связи с этим хотелось бы огромный привет передать производителям колб и кальянов. Кальян мы рассмотрим немножко позже. Кальян мне, забегая вперед, нравится. Но производителям колб компании Крафт родом из Новосибирска. Потому что колбы сами по себе трескаются и рассыпаются. Так же произошло буквально сейчас. Колба, которая стояла на столе, треснула, с нее потекла вода. При том, что ее никто не трогал. Ну да ладно, начинаем. Кальян МИР пришел ко мне вот в такой брендированной коробке. Здесь написано МИР, Мэйден Раша. Нарисованы планетки. И нарисован логотип, ну а хули смог. Это приятно, это замечательно. Кальян там находился в разобранном виде. Тут такая открывашечка. Это неплохо. Ну, действительно, симпатично. В этом плане вообще не доебаться. Вопросов никаких нет. Это действительно круто. Итак, начинаем. Нам написали, написали наши пальчики устали. Очень много деталей. Основание кальяна МИР. В целом, как смотрится шахта, как это все выглядит в собранном виде, будем обсуждать уже, когда соберем, когда уже будем курить. Сейчас просто из чего сделано, что куда вкручивается. Начинаем. Основание сделано из капролона. Основание действительно самое большое, которое есть на рынке. Очень громоздкое. Основание брендировано логотипом проекта Нуа Хули и логотипом компании МИР, написано Made in Russia. В принципе, интересно. А нижняя часть шахты. На нижней части шахты у нас тоже есть гравировка МИР и порядковый номер. Я так понимаю, это порядковый номер моего кальяна. У меня 38-й. С кальянами я познакомился впервые на Хука-пикнике в Москве. Кальян, я так понял, там очень много кому зашел. Все кальяны, которые у ребят были, купили. Ладно. Мы вкручиваем в капролоновое основание нашу шахту. Все металлические детали кальяна выполнены из нержавеющей стали. Дальше у нас есть верхняя часть шахты. Это, наверное, самый большой кальян за все время существования проекта Нуа Хули и Муи, который побывал в кадре. Потом у нас есть такая деревянная накладка, если не ошибаюсь, она идентичная с двух сторон. И, наверное, без разницы, какой стороной мы ее будем вставлять. Да, она влазит здесь в шайбочку в основании. В принципе, никаких вопросов не возникает. Так, что надо делать дальше? У нас есть диффузор съемный. Ладно, мы его оденем, потому что количество воды я мерил. Да потому что будем оценивать кальян в полном фарше. По максимуму все, что можно от него получить, все, что ребята предлагают, мы постараемся получить. Так, откуда я взял вот это? А, вот. Это подставочка под наше блюдце. Блюдце на минуточку тоже брендированы. Немножко заляпаны, но ничего. Кальян стоит в работе, поэтому всякое бывает. Блюдечка брендирована проектом Нуа Хули Муи и проектом, непосредственно, производителем кальяна под названием Мир. Клапан продувки, выполненный в форме игральной кости. Это довольно прикольное решение. В принципе, я думаю, что найдется большое количество людей, которым это понравится. Чтобы не останавливаться на этом будущем, конечно же, основание из капролона, это, скорее всего, такой увесистый минус кальяна. Потому что, так или иначе, не желательно лишний раз. Все детали, которые вкручиваются, раскручиваются и контактируют с основанием из капролона, лишний раз вкручивают, раскручивают. Лучше кальян собрать и уже в готовом виде его постоянно юзать в заведении или дома. За редким исключением, когда хочется действительно раз в полгода его раскрутить, его помыть, привести в порядок и так далее. Так, ну все, вроде мы все закрепили, как-то, блядь, все очень уверенно держится. Даже практически шахта не проворачивается там, в отличие от того, что там Харвуда, да, который не так давно был на обзоре. Ладно, мы вставляем наш кальян в колбу. По определенным причинам использовать нам сейчас придется колбу от компании KUKA3. Более увесистую и уверенную в себе колбу. Помимо этого у меня в комплекте шел коннектор с шлангом, пружинкой и мундштуком. Коннектор тоже выполнен в форме игральной кости. Это смотрится вполне себе интересно. Мундштук точно так же деревянный. Ладно, кальян в собранном виде, заманался собирать. Давайте раскуривать и делиться впечатлениями. Ладно, я одел все-таки одноразовый мундштук на мундштук от компании Мир. И мы начинаем курить кальян, делиться своими впечатлениями. Ладно, давайте постепенно. Ребята, кальянная индустрия уже довольно давно. Идею о создании кальяна они вынашивают тоже довольно давно, с не ошибаюсь. С 15-го года всегда хотели сделать деревянный кальян. Хотели сделать регалоподобный кальян. Получилось, что немножко ушли от этого. И сделали, соответственно, две версии деревянного кальяна. Сделали сами. Одна из версий называется Нарды. Если будет возможность, ставим в кадр. Если нет, расскажу. Вся она выполнена, вся шахта из дерева выполнена в стиле вот таких вот деревянных игральных кубиков. В принципе, довольно интересно. Кому-то нравится. Мне, если честно, тематика не очень подходит. Мне больше нравится вторая версия. Вот эта версия называется, если не ошибаюсь, Твист. И она такая более лаконичная, не такая там узкоспецифическая, мне кажется, как кальян в форме Нард. Потому что, на мой взгляд, не всем это может понравиться. Ладно. Давайте делиться своими впечатлениями о курении. Несмотря на то, что я не скручивал с окончания шахты, которая входит в воду, а диффузор, который идет в комплекте, я чуть-чуть больше налил воды, чем нужно, и добился тяги приближенной классической. Поэтому в плане тяги кальян-мир не вызывает никаких негативных впечатлений, не вызывает никаких плохих эмоций. Точно так же не вызывает практически никаких вопросов про дух чашки, как и опять же, по моему мнению, на любом другом кальяне. Но есть определенные проблемы с завихрением дыма непосредственно в колбе. И когда мы захотим, оно, наверное, будет плохо видно. Я попробую сейчас сам вникнуть, как это происходит. Сейчас сделаем тягу, попробуем выдать дым из колбы. Но, насколько я помню, это не очень получится у меня. Ну да, ситуация как бы банальная, как у большого количества производителей в России, а и не только в России, есть определенные проблемы с избавлением дыма, который скапливается в колбе. Если вы не помните, я в очередной раз как бы немножко отстаю свою позицию. Как-то в последнее время индустрия разделилась на два лагеря. Один лагерь утверждает, что, безусловно, нужно только там продувать чашу. Некоторые люди считают, как я, что важнее продувать колбу. Потому что, ну, на мой взгляд, чашу можно продуть абсолютно на любом кальяне, если, скорее всего, речь не идет о кальяне ВЗ, Хука. Потому что там очень простой продув колбы, и дым сразу выходит просто как бы через клапан продувки. По мне, невозможность выдуть дым из колбы может вызывать определенное количество проблем в работе. Когда действительно табак перегрелся, когда табак сгорел, когда маленький кусочек уголька попал в нашу чашку, мы делаем тягу, все это ужасно скапливается в нашей колбе. И, к сожалению, другого выхода у кальянщика, кроме как пропустить это через себя, продышать это, ну, возможности нет. То есть, ну, можно сколько хочешь. Стоять дым, дым будет завихряться, и ни к чему хорошему это не приведет. Тем не менее, ребята знают о этой проблеме, и эту проблему в ближайшее время, насколько я понял, будут активно пытаться устранить. Ладно, что стоит обсудить в плане, ладно, в плане курения никаких вопросов не возникает. Куриц кальян нормально, куриц кальян хорошо, куриц кальян более чем сносно и отлично. Что касается продува, определенные проблемы есть. Что касается внешнего вида. Если честно, меня прям разрывает в разные стороны этого внешнего вида. С одной стороны, мне, безусловно, нравится форма кальяна, да. Мне, безусловно, нравится, там, обработка дерева, к слову говоря, это, если не ошибаюсь, там, какой-то краснодарский дуб, да, преслоутый, который почему-то используют все производители кальянов, но, видимо, неспроста. Видимо, обладает он какими-то свойствами, почему используют именно его. Вот. Что касается внешнего вида. Безусловно, 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 мне нравится форма шахты, но кальян действительно предельно громоздкий, кальян очень большой, кальян сложный, наверное, в какой-то степени для работы в заведении из-за своего большого размера. Кальян, наверное, точно так же из-за размера не совсем всем подойдет для домашнего курения, потому что его нужно постоянно с собой таскать, желательно его не перевернуть, и дома хочется использовать что-то более компактное, да. Тем не менее, кальян интересный. Смотрится, ну, что-то вот, ну, что-то есть, что-то вот из ряда вон выходящее, что-то не похожее на все остальное есть. То же самое основание из капролона, ладно, опустим, вопрос того, что оно сделано из капролона, оно громоздкое, и, ну, вот, кстати, на колбе Huka 3, оно смотрится, в принципе, довольно симпатично, лучше, чем смотрится на колбе от компании Craft. Тем не менее, ну, по мне, тем не менее, намного лаконичнее, по моему мнению, смотрелся бы кальян, если бы он был просто на 30% меньше. На 30% для нашей акты была бы меньше. И действительно, мне кажется, что ребята, ну, точнее, забегая вперед, я скажу, что ребята уже решают вопрос, действительно, появятся версии укороченные, версии, которые будут смотреться более лаконично и более эстетично. Я не знаю, хотел я сказать по поводу вот этой вот прослойки, которая находится у нас под блюдцем и держит его. Ну, как-то, вроде как, если смотреть обособленно, да, не беря в учет основание из капролона, да, оно как-то, ну, выпадает из общей массы, непонятно для чего оно сделано, и почему нельзя было сразу здесь, например, да, там над деревом сделать такую какую-нибудь металлическую маленькую держалку и на нее поставить блюдце. Ну, как минимум, это сократило бы размер кальяна. Тем не менее, если вот эту штуку наблюдать вместе с основанием, в целом, смотреть так, как она есть, смотрится довольно лаконично. То есть кальян, в принципе, интересный, но кальян, который, безусловно, требует доработки. Доработки, которые ребята в ближайшее время обещают уже сделать. Ну что, давайте закругляться. Что касается комплекта и рыночного ценника на кальян родом из Санкт-Петербурга под названием МИР. Рыночный ценник розничный, ребята, не так давно пересмотрели, кальян стоил дороже, чем он стоит сейчас. Сейчас розничный ценник шахты полноценного кальяна без учета коннектора, пружинки, шланга и мундштука 10 тысяч рублей. Все вот это замечательное стоит еще 2 тысячи рублей. Соответственно, полный комплект кальяна без колбы, которую ребята, насколько я понимаю, все-таки собираются впоследствии комплектовать свой кальян, сейчас составляет 12 тысяч рублей. Помимо этого, деревянная коробка, которую я показал дизайнерскую в начале выпуска, которая, наверное, приспособлена для того, чтобы больше презентовать кальян, кому-то подарить и кого-то порадовать максимально. Вот у меня уже на капровоне какие-то следы. Ну ладно, вот, эта коробка стоит еще полторы тысячи рублей. Соответственно, вместе с коробкой, вместе с полным комплектом, с полным фаршем кальян можно купить за 12-13 с половиной тысяч рублей. Дорого это или дешево? Решать вам. Скорее всего, я бы, наверное, чуть-чуть подождал, когда ребята доработают свой кальян. Это будет уже в ближайшее время. И уже со всеми изменениями, со всеми нововведениями приобрел его к себе в заведении или приобрел домой, если он будет более компактный и активно его использовал. Ну что, ссылку на ребят, у которых можно узнать, ответы на все вопросы, которые я не охватил в пределах выпуска, я обязательно укажу в описании к видео. У них же вы можете спросить о условиях на оптовые цены, на розничные цены, да и вообще о том, как, где и когда приобрести кальян. Ссылку на них я обязательно укажу в описании к видео. Ребятам мы пожелаем удачи, ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк и рассказывайте своим друзьям. Спасибо, что остаетесь с нами. Че кого? Сучара! Пиздец, заебался. Нормально сказал? Прям нормально, значит. Хорош, если говорить. Ну, блядь, просто 20 минут пиздел. Хорошо сказал. Как-то как тос, блядь. Хорошо сказал, блядь. Чисто армянская тема, блядь. Стоишь, распинаешься, распинаешься в конце. Хорошо сказал. Хорошо сказал.